Их любят, уважают, ими гордятся и вручают заслуженные награды. Итоги конкурса лидера образования 2022 подводят на сцене актового залу в недавно отстроенной современной 68-й Самарской школе. Первую награду в номинации «Учитель года» из рук главы Самары Елены Лапушкиной забирает педагог школы, в которой и проходит торжественная церемония, учитель математики Светлана Донцова. Ежегодно ее ученики участвуют в предметных олимпиадах, становятся призерами научно-практических конференций и победителями межрегиональных дистанционных проектов. Вы приняли меня, поверили в меня и дали возможность реализоваться. Спасибо огромной участию в конкурсе. Конечно, это огромный заряд энергии, это огромная ответственность, но в то же время очень много позитивных моментов. Спасибо большое. По номинации «Воспитатель года» награду вручили педагогу 24-й Самарской школы Юлии Уворовской. Ее воспитанницы завоевали победу в патриотическом проекте, посвященном Году памяти и славы. А лучшим педагогом дополнительного образования стала Анна Киселева, сотрудница Центра внешкольной работы «Парус». Ее педагогическая деятельность направлена на знакомство ребят с родным краем и формирование позитивного взгляда на историю региона и города. Хотела бы выразить благодарность за ту огромную поддержку, которую я чувствовала на протяжении всего своего небольшого пути педагогического, от своих коллег, от всех, кто меня окружает на этом пути. Спасибо вам большое. Участниками городского конкурса «Лидеры образования-2022» стали воспитатели детских садов, преподаватели школ, учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и специалисты дошкольных образовательных учреждений. Победителей и лауреатов со сцены актового зала 68-й Самарской школы поздравила глава города Елена Лапушкина, поблагодарив педагогов за нелегкий труд и правильное воспитание подрастающего поколения. У каждого из вас есть десятки примеров того, как наши с вами дети выбирают жизнь, связанную с физикой, математикой, историей, литературой, только потому что у них был такой учитель, человек, который их влюбил в эти знания, человек, который их вовремя почувствовал и направил. Конечно, очень важно, как и о чем вы говорите с вашими воспитанниками на ваших уроках в неклассных часах. Ведь каждый учитель, он не только призван передавать знания, но он призван и воспитывать достойного гражданина великой страны. Для собравшихся со сцены актового зала 68-й школы выступили творческие, вокальные и музыкальные коллективы. Победителям вручили дипломы и ценные подарки. Ольга Павлова, Василий Кладошов. События.